Путин где-то на даче задумался про увеличение армии. Нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. Соловьев начал бояться возможностей ВСУ. Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам? А Маша Захарова поразмышляла над красными линиями Путина. Слабоумие, отвага. Это как раз про них. Но, как вы понимаете, все стабильно. Все по плану, товарищи. Расговаривала с людьми, которые беженцы. Вы просто не представляете, как у них... Но плачет. Смените меня за выражение. Я Леша Медведь. Я вот просто не... Просто дети приходят и просят вещи. Не то, что люди, а дети просят вещи, в которых не в чем ходить. Как город, что я забыла. Все печально. Короче, все... Все заквачивали. Плохо. И все врут, и все скрывают. И сколько там 200, это никто не говорит. Гробы везут. Вот здесь уже ни одна машина проехала. Мы ехали. Если 200. Это просто... Просто... Просто ужас. На днях 600 человек привезут туда, куда мы ездили. Надо опять гуманитарки столько. Просто я не знаю. Ужас. Трехдневная спецоперация идет строго по плану и без отклонений от графика. Ситуация в Курской области остается тяжелой для русского войска. Кремль отправляет туда тысячи своих солдатов, но все тщетно. Выбить ВСУ из региона у Путина пока что не получается. В связи с этим диктатор принял волевое решение. Он поехал на какую-то дачу, судя по интерьеру комнаты, и оттуда решил подумать про перспективы своей армии. Нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть, нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава вооруженных сил. От уровня их подготовки и, в первую очередь, от качества боевой учебы. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности вооруженных сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года. Переводя с путинского языка на нормальный, мне нужно еще 180 тысяч мужиков. Без разницы каких, без разницы с какими умениями, но главное, чтобы они были на поле боя уже с начала следующего года. А захотят жить, научатся воевать. У них-то и выбора особого не будет, ведь если не украинцы, то тогда русские солдаты их же и пришлепнут. С таким подходом к своим гражданам даже неудивительно, что в путинском войске увеличилось количество отказников, которые игнорируют сумасшедшие приказы своего командования, которое сознательно отправляет своих мальчиков на смерть. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а также министр обороны России, хочу обратиться к вам. Я военнослужащий Петров Олег Александрович, 27.11.90 года рождения, прохожу воинскую службу 2023 года в рядах Российской армии. Мне сейчас, конечно, очень, может быть, даже стыдно говорить эти слова, но все-таки я это скажу. Сейчас, в данный момент, я эвакуируюсь с фронта. Прошу вас предоставить мне законное право в соответствии с 506 приказом, либо же по окончанию контракта, который у меня заканчивается 26 октября, я хочу жить, хочу видеть свою любимую жену, своих детей, увидеть, как они пойдут в школу. Прошу вас, если это возможно, если это возможно, предоставьте мне такую возможность. Но в путинской России обычным людям жить невозможно. В России, которую построил Путин, можно только выживать. К слову, солдаты, которые записывают подобные обращения, регулярно подвергаются травле со стороны путинских клоунов. Мне кажется странным, что во время войны появляются, например, такие записи. Я, боец такой-то, меня отправляют на штурм. Наш командир такой-то, он плохой. И это выкладывается в общественный доступ. Вы можете себе представить во время Великой Отечественной войны? Ну, так, на секундочку, да? Идет война, ставится боевой приказ. А че, говорит, а че вы мне ставите боевой приказ? А какая мне разница, какая задача? А я, у меня вообще все по-другому. А я не считаю это нужно. Вы вообще все идиоты, я этого делать не буду. Не для того, меня маманька рожала, чтобы я на штурмы шел. А вообще-то в армии есть один началь. Нравится тебе приказ, не нравится тебе приказ. Насколько ты ценный специалист. Сам Соловьев, который, изображая истерику, требует от других безропотно умирать? Разумеется, на фронт не идет. И дети его не пойдут тоже. Его отпрыски заняты наращиванием ноготочков где-то на загнивающем западе. Однако примечательно, что именно этот сумасброд признал, что российская армия не защищена от воздействия разведок других стран. И обвиняет он в этом не кого-нибудь, а украинских коллаборантов по типу мантиан. Вот средства связи закупают. А как они приходят на фронт? Как вы считаете, вот эта технология, которую мы увидели сейчас, взрывов в Ливане, через сколько минут пришла в голову украинским спецслужбам, и они запросили того же Невзлина, чтобы понять, а можно ли таким же образом в Россию внедрить? А у нас здесь очень много криптов, которые неясно, как оказавшись на территории нашей Родины, когда с ними заигрывали разные специфические структуры и конторы, теперь занимаются тем, что живут, собирая с доверчивых граждан деньги на помощь фронту. И вот привезут они подставочку, какой-нибудь очередной набор радиостанций, помогут установить связь. Планшеты. Планшеты, все что угодно. С какого момента они начнут взрываться? С какого момента? Кто их проверяет? Есть у нас службы, которые это могут взять и проверить? Да у нас сейчас даже на фронт, я беседую с ребятами, к ним приходят беспилотники разные, самые разные, в ПВИ и так далее. А качество, извините, по-разному бывает, вежливо говоря. Может, спешат, а может, военприемки нет. Да, есть минусы в понятии, да, все понятно. Но то, что приходит на фронт, должен сразу работать. И работать идеально. И быть безопасным. Это не значит, что надо все изъять. Но голову надо включать. При этом мы же понимаем, что произошло. Это же промышленного масштаба диверсия. Вы же понимаете, что это никто на коленке не разбирал тысячи пейджеров, радиостанций, планшетов, телефонов. Мы говорим о десятках тысяч, да, если только пейджеров было пять тысяч. И туда не закладывал. Нет, это значит, что европейские заводы производят сейчас новый вид оружия. Слушать эти припадки можно бесконечно. Вот именно за это и боролись пророссийские политики и предатели Украины. За то, чтобы их вот так на всю Россию сейчас оскорбляли и вытирали по полу, как тряпку. Это насколько же нужно не уважать себя и быть терпилой, чтобы поддерживать страну, где к тебе на официальном уровне так относятся. Просто не понимаю. Но не мантян единый. Кремлевские чиновники уже стали в открытую насмеиваться над Путиным. Маша Захарова открыто признала, что красные линии Путина давно изменили свой цвет. Вы видели заявление генсека НАТО Столтенберга, что никакие это не красные линии. Они действительно вообще, что ли, ничего не боятся, на ваш взгляд? И почему они перестали бояться? Вот знаете, есть такое выражение «слабоумие и отвага». Это как раз про них. Вопрос действительно не в пресловутых красных линиях или другого цвета линиях. Вопрос в дуровом смысле. «Слабоумие и отвага». А что? Звучит как новый предвыборный слоган Путина. Только вряд ли он ему уже пригодится. Вопрос о будущем, да? Конечно. Буду на этом заканчивать, друзья. Спасибо вам за просмотр. Услышимся в следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...